Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной и находится под контролем органов государственной власти и органов местного самоуправления. За прошедшие сутки, по данным управления Роспотребнадзора по республике, выявлено 210 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом необходимо обратить внимание, что в столице республики количество выявленных случаев составляет 122 случая, остальные случаи приходятся на районы нашей республики. Сегодня лидером среди районов, помимо столицы, является Алданский район, в котором выявлено и зафиксировано 11 случаев, и Сунтарский район, в котором зафиксировано 8 случаев. Необходимо обратить внимание на то, что во всех районах создана система для того, чтобы были выявлены контакты и оказана соответствующая медицинская помощь. На настоящий момент все наши центральные районные больницы, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь по лечению коронавирусной инфекцией, оснащены ИВЛами, оснащены соответствующим оборудованием и имеют лекарственные средства для того, чтобы непосредственно оказывать медицинскую помощь. Мониторинг о состоянии дел по количеству коек, свободных коек, по лекарственным средствам и по работе кислородного оборудования проводится один раз в сутки, для того, чтобы четко понимать при необходимости, какая ситуация у нас практически в каждом районе. Хочу обратить внимание, что практически все аптеки республики, как частные, так и государственные, так и муниципальные, сегодня пополнили свои запасы в части имеющихся в Российской Федерации лекарственных препаратов. И на настоящий момент особое внимание мы уделяем контролю за ценами на лекарственные препараты, для того, чтобы не было злоупотреблений со стороны именно аптечной сети, в целых того, чтобы обеспечить гражданам соответствующее лечение. И, соответственно, в случае, если у граждан возникают вопросы, связанные по завышению цены на то или иное лекарственный препарат, то необходимо, соответственно, информировать и линию телефонную, и также Росздравнадзор по республике Саха-Якутия. В республике также остаётся достаточно большое количество граждан больных, которые находятся в тяжёлом состоянии. К сожалению, за последние сутки у нас зарегистрировано три новых летальных случая, которые произошли у нас на территории республики. И, соответственно, сегодня медики ещё раз обращают внимание на необходимость заботы о собственном здоровье. За сутки сделано нашими лабораториями 6279 исследований на новую коронавирусную инфекцию. В целом мы практически подходим уже к 700 тысяч тестов на территории республики. И, соответственно, дальше будем продолжать работу в этом направлении. Как мы и говорили ранее, у нас начали работать в том числе и иные способы тестирования. Ну и, кроме того, ещё раз напоминаю гражданам, что в соответствии с указом главы республики Саха-Якутия в режиме повышенной готовности есть определённые требования, которые сегодня действуют в качестве правил поведения на территории республики. Это ношение масок, это соблюдение социальной дистанции. Для граждан, которые находятся в возрасте старше 65 лет и граждан, которые имеют хронические заболевания, обязательным правилом является самоограничение и ограничение именно посещений общественных мест для того, чтобы как можно дольше сохранить в том числе и собственное здоровье как таковое. На настоящий момент усилена вновь работа, как я уже говорила, волонтёрских служб на территории республики. И необходимо обратить внимание на то, что Министерство по делам молодёжи республики Саха-Якутия является координирующим центром по организации волонтёрской помощи каждому, кому необходима помощь у нас на территории республики. За все эти 8 месяцев пандемии именно волонтёрский корпус республики показал себя как один из лучших корпусов вообще в целом. И в целом необходимо сегодня и поблагодарить волонтёров, и призвать их вновь дальше, помогать оказывать помощь, уже оттучь, помощь нашим людям, которые сегодня находятся в том числе на самоизоляции. Почему я обращаюсь сегодня на это внимание? Потому что всё-таки в условиях пандемии оказание помощи именно гражданам, которые находятся в условиях самоизоляции, они должны оказываться, любая помощь должна оказываться по строго установленным правилам. И наши волонтёры этому обучены. Поэтому это сегодня достаточно важно.